Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев. И прямо сейчас в выпуске вы узнаете о том, что экс-мэра Владимира Васильевича Быкова отпустили. В Кирове будет введен запрет на алкоголь, а в Советске прокурор выгоняет сирот из их жилья. Про это специальный репортаж Сергея Пичугина. Это субъективный взгляд на события этого дня, по моей версии, как всегда, коротко и занятно. Поехали! Ну а начнем с очень важной даты. Сегодня 22 июня. И сегодня отмечается День памяти и скорби. Накануне вечером Киров присоединился к всероссийской акции «Огненные картины войны». Сотни зажженных свечей выложили в парке победы в виде легендарной боевой машины «Катюши». Картины войны выкладывали по всей стране в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Все инсталляции объединяло одно слово. Помним. Ну а сегодня важная юридическая новость дня. Владимира Быкова отпустили. Кировский областной суд сделал подарок на день рождения экс-городоначальнику. Экс-главу Кирова оправдали и отпустили на свободу. Напомним, Первомайский суд назначил Быкову наказание в виде 8 лет строгого режима и штраф более 15 миллионов рублей. Я обращаюсь к вам с простой человеческой просьбой оправдать мое честное имя. Прошу вас разобраться во все эти рассудения, во все эти обвинения, которые мне издевляют страна обвинения. И оправдать меня полным убегом. Но после пяти апелляционных жалоб коллегия судей областного суда освободила именинника из-под стражи прямо в зале суда. Гражданские иски потерпевших были отменены. Дело будет возвращено обратно в районный суд. Своё 69-летие Быков встретит дома с родными и близкими в деревне Богородское. Общаться с участниками процесса и сотрудниками администрации суд ему запретил. Сегодня в правительстве обсудили газификацию Кировской области. Сейчас половина населения региона не получает голубого топлива. Эту ситуацию решил исправить в Рио губернатора Александр Соколов. На заседании регионального штаба правительства обсудили вопросы газификации области. 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча в Рио губернатора Кировской области гендиректора группы «Газпром» между регионгаз и «Газпромгазификация». Там Александр Соколов и Сергей Густав решили, что все деревни и села на окраине областного центра будут газифицированы. Газ к земельному участку людям проведут бесплатно. Для этого в бюджете предусмотрены средства. Объем необходимых средств для выполнения социальной газификации в регионе составляет почти 2,5 миллиарда рублей. Объем средств, полученных за счет специальной надбавки в 2022 году, составляет 179 миллионов рублей. Дефицит средств 2,3 миллиарда будет покрыт за счет средств единого оператора газификации «Газпромгазификация». Газ будет проведен более чем в 90 деревень и сел к концу следующего года. Сейчас 50% населения области не имеют доступа к газу. Более того, большинство из них не знакомы с информацией о предстоящей газификации. Правительство области разработало программу компенсации затрат за газификацию. Это не более 50 тысяч рублей за проведение газа по участку и за установку оборудования. Многие об этом не знают и не получают выплату. Это неправильно, считает Соколов. Я вам ответственно заявляю, с работой попрощайтесь. Если люди об этом знать не будут, ищите способы, как донести. Донести можно до каждого человека, если нужно. Легко. Интернет, телефоны и так далее. Даже у пенсионеров. Вот послать им лично на смартфон, возможно, эту информацию. Я вас уверяю. Лично. Каждому. План газификации уже намечен. Работы по соглашению начнутся в августе. Получить газ должны более 50 тысяч человек. В первую очередь подключат все домовладения Кирова. Самое главное, газ не просто должен дойти до границ населенного пункта, а чтобы люди могли им воспользоваться, считает в Рио губернатора. Кировчан ждет трезвый понедельник. В День молодежи запретят продажу спиртного. В этом году эта дата выпала именно на понедельник, и все любители спиртного вряд ли расстроились. Поскольку понедельник, хоть и тяжелый, но все-таки день трезвый чаще всего. В выходные в пик празднования алкоточки будут работать в прежнем режиме. Трудно будет и сотрудникам ПДН. Им придется активно дежурить на улицах и ловить пьяную молодежь. После бурных выходных праздничный понедельник 27 июня молодые активные встретят трезвыми. Но запрет не распространяется на кафе, бары и рестораны. Магазины же, которые нарушат запрет, ждет штраф от 20 до 300 тысяч рублей. Пчелиная семья поселилась в чистых прудах. Рой жужжащих насекомых заметил местный житель у дома номер один по улице Чистопрудненской. Они облепили цветущий куст. Рой вылетел. Возможно, причиной такого нашествия пчел стала ошибка пчеловода. Кто-то явно не уследил за неспокойными полосатыми. Как утверждают очевидцы, такое соседство опасно для детей и взрослых. Спасти двор от медоносных насекомых уже вызвались другие пчеловоды. Ну вот теперь самое время рассказать про Советск. В Советске уникальная история. Местный прокурор через суд настойчиво пытается выселить детей-сирот из их квартир. К моему коллеге Сергею Печугину обратились сироты из Советска. После детдома они получили уже свои новые дома и живут там третий год. Многие обзавелись семьями и довольны. Но вот приходит прокурор и заявляет, помещения для жизни непригодны всех выселить. Парадокс в том, что бывшие детдомовцы своим жильем абсолютно довольны и никуда не хотят переезжать. Но прокурор настойчив. Смотрите далее специальный репортаж Сергея Печугина «Сироты-выселенцы». Что значит потерять свой дом? Ответ на этот вопрос знают многие сироты. До 18 лет они в детдоме. Потом им выдают свое жилье. Ну а дети-сироты в городе Советске могут потерять свой дом дважды. А все потому, что местный прокурор считает, что эти новые благоустроенные дома якобы непригодны для жилья. Эта история длится уже почти два года, и все может закончиться печально. Держи дверь. Могу сейчас держать низкую? Да. Ты низко. В 13 лет Наталья Шумайлова потеряла маму. Она умерла из-за тяжелой болезни. Так девочка попала в детдом. Сейчас сироте Наталье 25. Она одна, воспитывает полуторагодовалую Ульяну и живет в доме на Первомайской 76 в Советске. Когда я сюда заехала, она мне очень понравилась. Квартира как бы, ну она светлая какая-то. Ну как бы почувствовала, что это мое. Здесь тепло. Уже первую зиму живу, когда еще с маленьким ребенком. Три года назад власти района провели аукцион и закупили специально для сирот 13 домов блокированной застройки на улице Первомайской. Сосед Натальи, сирота Александр Боровиков считает себя счастливым человеком. У него есть все. Семья, уютный дом и работа. А что еще нужно? У меня дома и не холодно, и не жарко. У меня все устраивает. Работа в шаговой доступности 10 минут до работы. Центральная больница тоже в шаговой доступности. Садики. Но счастливая жизнь в новых домах продолжалась недолго. В июне 2020 года местный прокурор Сергей Бузмаков подал в суд иск о признании этих домов непригодными для проживания. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор. При заключении контрактов по приобретению жилья данные объекты были непригодны для проживания. Об этом свидетельствуют выводы строительно-технической экспертизы. На объектах не обеспечивается противопожарная безопасность, нарушены санитарные нормы, при этом не выдерживается температурный режим, что не позволяет эксплуатировать данные дома в зимний период. В своем иске прокурор написал, администрация советско-незаконно выдала разрешение на ввод этих домов в эксплуатацию. Мэр города Владимир Поробов в шоке от такого заявления. Говорит, что сам долгое время работал в строительстве и плохое жилье от хорошего отличит без труда. По нашим объектам, по которым вопрос сейчас решается, я увидел, насколько качественно была выполнена эта работа. Значит, и во время работы я видел, как это делалось, насколько это было правильно сделано. И насколько я увидел результат выполненной работы уже в зимнее время, даже в сильные холода, когда я находился там, было всегда уютно, тепло. Удивились иску прокурора не только жильцы, администрация и журналисты, но и узкие специалисты, такие как кандидат технических наук, доцент Александр Морозов. Он изучил документацию по этим домам и съездил на улицу Первомайскую, чтобы проверить, насколько обоснованы претензии прокурора. Я не нашел оснований, по которым прокуратура возбудилась. Я не вижу нарушения какого закона. Я встречался с девушкой. Она сказала, мне здесь проживать очень нравится. Не трогайте меня, пожалуйста, отсюда. По словам сирот, люди в погонах пытались оказать на них давление. То от жильцов пытались получить нужные показания, то просили поставить подпись под документами. Ко мне пришел прокурор с проверкой, в том, устраивает тебя или не устраивает. Я ему ответил, что меня все устраивает. Буквально месяц проходит, меня вызывают в прокуратуру. Они приходили, просили, чтобы я подписала документы о том, что мне здесь все не нравится. Был на одном документе, вообще не моя подпись. Даже вообще не похожая на мою. Выходит, согласно прокурорскому, иску дома были построены с нарушениями, а по факту жильцы довольны и ни на что не жалуются. Но в Советской гораздо больше примеров, когда сироты недовольны жильем. У Василия Бостракова в квартире на улице Фрунзе, например, обрушился потолок. Все отваливается, все в кем. По словам Василия, он обращался в администрацию. Там сказали, ремонтируй сам. Сирота ходил и к прокурору, но проблемы до сих пор остались те же. Дыра в потолке, кривой туалет и сырые стены. Это вот заявление прокурору, да, Бузмакову? Включается, да. Вот еще одно заявление. Ему же? Это главе администрации писал. Они меня послали. В основном такое жилье и получали сироты Советска на протяжении многих лет. Журналисты газеты «Народный вестник Вятки» проводили расследование и выяснили интересный факт. Долгое время курировала вопросы по приобретению квартир для сирот Ольга Бузмакова, жена на тот момент действующего прокурора Советска. Так вот, мой хороший знакомый, который был прокурором, и когда он узнал, что, допустим, жена прокурора занималась закупкой жилья, он говорит, это же конфликт интересов. Также, по словам журналистов, при супруге прокурора квартиры Гнилушки для сирот покупали в основном через одного-двух риэлторов. Рыночная цена такого жилья была около 100-200 тысяч рублей, а чиновники покупали эти квартиры по 700 тысяч. В чем кармане осталась разница, никто не знает, не в курсе и сама Ольга Бузмакова. На Озерный дом, на Фрунзе 46, Василий, они просто не знают, что сейчас делать с этим жильем. Я тоже не знаю. Обращайтесь в администрацию, пожалуйста. По новым домам на Первомайской прошло уже несколько заседаний. Кстати, прокурор в этом деле сначала опирался на заключение эксперта Игоря Алексеева. А в Советске там что не так? В Советске все не так. А что именно? Они внешне нормальные, вот в них можно жить только летом. Они холодные, у них зимой все промерзает. Первые две инстанции Бузмаков проиграл, но все равно не сдался. На очередном процессе суд поручил уже другому эксперту разобраться в ключевом вопросе. Это многоквартирные дома или блокированные застройки, как задумано по проекту. Если многоквартирные, то есть с общими помещениями, водоснабжением и отоплением, то сирот, скорее всего, выселят. Застройщики, районные администрации, специалисты уверены, это дома блокированные застройки. Такого же мнения был и первый эксперт Игорь Алексеев. А у нового эксперта пока противоположные выводы. Ну то есть он на сегодняшний день определяет, исходя из тех фактов, которые у него есть, которые получены по результатам изучения судебного дела и натурного осмотра. И на сегодняшний день эти факты свидетельствуют о том, что данный дом относится к многоквартирному дому. В чем причина такого неравнодушия к новым домам для сирот? На этот вопрос прокурор Бузмаков отвечать не стал. Сейчас сиротам и их семьям грозит выселение, а потом и переезд в те самые квартиры-гнилушки. И, наверное, определенным органам есть не просто о чем задуматься, а, наверное, есть воочию очевидное, но которое сегодня все еще невероятное происходит на нашей прекрасной земле. Равноценной замены домам на Первомайской в Советске пока нет и в ближайшее время не планируется. Контролирующие органы, в том числе прокуратура района, не своевременно выполнила свои обязанности по обеспечению, в данном случае, надзора за качеством предоставляемых помещений. Поэтому мы считаем, что исковые требования должны быть уточнены, и как минимум выселение детей-сирот из предоставленных им уже жилых помещений не может происходить без учета их мнения и против их воли. Александр переезжать никуда не хочет и просит прокурора отозвать иск. Вы отстаньте от нас, отстаньте. Дайте нам спокойно пожить. Мы, грубо говоря, жизни-то не видали. Мы только вот, грубо говоря, впустили это взрослую жизнь, и тут же нас на улицу выставляют. Зачем? Последние надежды из сироты считают помощь правительство Кировской области. Они записали коллективное обращение к врео-губернатора Александру Соколову. Здравствуйте, Александр Валентинович. Обращаюсь к вам с такой вопрос, что мы живем в этих домах уже третий год. И нас хотят отсюда выселить. Александр Валентинович, я слышал, вы хороший человек. Помогите нам, пожалуйста, чтобы уже от нас оставили в покое и от нас отстали. Дали нам нормальную жизнь. Пока непонятно, чьи интересы защищает прокурор Бузмаков. Одни дети просят помощи, а эффекта никакого. Другие всем довольны, но прокурор настойчиво идет против их воли. Интересно, отчего такая заряженность на то, чтобы выселить сирот? Это личная заинтересованность прокурора или ему кто-то подсказал? Мы же, как и сироты, надеемся, что прокурор отзовет свой иск и займется действительно чем-то важным. Например, поможет Василию Быстракову и другим нуждающимся в помощи сиротам. Ну и на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, какой город, такие и новости. Пусть и город и новости будут во. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова